Олимпиада, любая, и первая, и последующая, вспоминаются всегда добрым словом. У меня тем более, мне тем более есть что вспомнить. Хорошее, то шесть медалей золотых говорят сами за себя. В ночь перед победой снится ли что-нибудь особенное? Что вы предчувствуете? Вы знаете, что я вам скажу? Никогда ведь никто не знает, что он завтра победит. Если бы мы знали, что мы победим завтра, было бы неинтересно соревноваться. Но всегда волнительно перед стартом. И как бы ты себя не заставлял уснуть, пока ты не намучаешься в кровати, не навертишься, все пока не пролежишь, ты все равно не заснешь. И если удалось заснуть где-то часа на пять-шесть перед стартом, то это уже большое счастье. Что все-таки, по вашему мнению, перевешивает на соревнованиях? Ведь, казалось бы, приезжают спортсмены с практически одинаковой физической подготовкой. Чуть-чуть большее трудолюбие, чуть-чуть лучшее техника. Но уж если там какие-то случаи повезет, то это совсем хорошо. Но побеждать всегда все-таки сильнейший. А с какой целью вы сейчас поехали в Америку? Ну, знаете, цели у меня нет. Выиграть золотую медаль. Но помочь нашим спортсменам снова окунуться в тот спортивный дух и вдохнуть в олимпийскую жизнь. Хочется быть всегда. Каков ваш прогноз? Какие медали? Знаете, вот мне бы очень хотелось... Ну, что значит хотелось? Я так думаю, что мы в состоянии бороться за две середины медали, за две бронзовых. За золото бороться очень сложно нам. Но чем вот как раз тот удивительный случай может нам помочь? Потому что у нас есть способные девчата и ребята, которые вполне в состоянии бороться за медали. Спасибо вам большое. И в заключение хотелось спросить вас, что вы пожелаете не только конькобежцам, но и всей нашей сборной? Я желаю только победы, только вперед. И чтобы они знали и слышали, что у нас их всех ждут с наградами, с победами. Мы их всех любим. И послали туда, в олимпийскую команду. Самую достойную. Спасибо вам огромное. У нас на связи была шестикратная чемпионка в конькобежном виде спорта Лидия Павловна Скобликова. Может быть, сейчас вы могли бы что-нибудь пожелать спортсменам? Может быть, спеть? Может быть, сказать что-то именно то, что хотелось бы вам личное, индивидуальное? Как вы считаете? Ну, конечно. Но, прежде всего, успехов и удачи на стартах. И от их побед зависит очень много. И самое главное, наверное, зависит судьба многих-многих мальчишек, которые будут смотреть на них, радоваться и гордиться ими. Это будет достойным примером для подражания. Я думаю, что это самое главное сейчас, потому что мы потеряли немножко массовый спорт. И мне очень печально думать об этом и осознавать, осознавать это. Поэтому я считаю, что победы олимпийцев, они дадут новый импульс развития массовой физической культуры. Николай, мы только что слышали оптимистический прогноз Лидии Скобликовой. А вы как считаете? Каков ваш прогноз? Вы знаете, я абсолютно согласен с Лидией Павловой. Единственное, я думаю, что все-таки у нас есть, пусть маленький, но шанс побороться за золото. В первую очередь в женском спринсе. Я думаю, что и Светлана Журова все-таки вполне в состоянии выиграть одну, но очень важную для нас золотую медаль. Вот сколько, на ваш взгляд, наша сборная привезет золотых медалей? Вот как вы считаете? Знаете, вообще прогнозы, как известно, дела, неблагодарны. Ну так, на вскидку. Ну, я думаю, что чем их будет больше, тем лучше. Для нас и для всех. Конечно. Мы напоминаем телезрителям, что у нас есть конкурс. Сколько всего завоевали золотых медалей наши спортсмены на всех зимних играх олимпийских, и спортсмены России, и спортсмены СССР. А вы, кстати, знаете, сколько? Нет, конечно. Но это не обязательно. Я думаю, надо открыть справочник, там все написано. Мы знаем, но об этом расскажем. А все-таки хочется действительно пожелать ребятам успеха, и мы очень надеемся на это. И вот я знаю, что... От слова «надеемся»? Ну, давайте оттолкнемся на... Да, я знаю, что... Лев, ну давайте. Коля один из тех прекрасных спортсменов, который в команде всегда поет. Сейчас мы его заставим спеть что-нибудь там. Спасибо большое. Ну, вот мы вместе споем сейчас надежду на его. Конечно, конечно. И я подпоем. Лев Петрович, вам отказать просто невозможно. Народный артист просит спеть. Ну, я буду, конечно, смотреться просто бледно на фоне вас. Ну, если бы я вышел на конькобежную дорожку, я бы еще бледно. Вы подпевайте. Лев будет петь, а Николай будет подпевать. Звездные огни, аэродромы, аэродромы, здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути. Ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача, награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме мне пелось. Еще раз. Надежда, мой компас земной, а удача, награда за смелость. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ